Василий Васильевич Володин. Начинаю я с вам всем известного человека, который первый раз в нашей программе, вообще человек, который довольно редко дает интервью, поэтому большое спасибо, что он к нам пришел. Это народный артист России, актер-режиссер Константин Андреевич Любшин. Итак, чему самому главному вы научились у Володина? Если быть пафосным, то я должен сейчас быть очень искренним и сказать самое важное. Но вы только поймите, что я очень боюсь это произнести, потому что это не скромно с моей стороны, но это так. Александр Васильевич Володин – это моя судьба. Видите, как страшно звучит, да? Причем я и Володин. Дело в том, что когда я был в современнике, начинающем актером, и там я только что пришел в театр, была возможность, в демократический театр, поддавать заявки на все роли, которые ты хочешь играть. Я подал, по-моему, на 8 ролей. Кроме роли Олега Николаевича Ефремова, я не подал заявку. А нас не подал. Ну, и посмотрел «Пять вечеров». Для меня это было такое потрясение. Со мной случилось в жизни такое один раз. Я посмотрел спектакль, я все запомнил. Текст всех ролей, все мизансцены, все переходы, все, как они играли. Ефремов, Евсигнеев, Табаков, Лили Мочевого, Дорошина, Покровский. Ну, это было какое-то чудо. Я такой был счастливый. И вдруг наступает момент, когда дирекция перепутала и назначила два спектакля, в которых был занят Олег Павлович Табаков. «В поисках радости» и «Пять вечеров». И сообразили они в три часа дня, что как артист один может играть в двух спектаклях. Отменять нельзя «Пять вечеров» и «В поисках радости». Мне говорят, ты, наверное, эту роль тоже хотел сыграть, а на эту роль я не подавал, боялся. Думаю, нескромно, что уже в 8 ролей это 9-й уже заявка. И вот меня в три часа, можно я буду дословно правду говорить, как это было, привозят к Ефремову домой на репетицию. Олег Николаевич хворал в это время. Он лежал, у него привилит был, он такой перебинтованный, и он не мог говорить. Сын у меня с ним. И я начинаю говорить, он поднимал палец, что означало, а он отвечает. И я ходил по комнате, по этим мизансенам. Он лежал, я опять говорю, он понимает, и он однажды, прервав мой жест, показал мне, как я должен идти. Я говорю, нет, вы не помните. Я опять настаиваю, вот у нас спор. С его стороны палец, с моей стороны доказательств нет. Я тут спорил, я думаю, как же он будет играть-то, если он не может сейчас говорить. Я же молодой актер, я все узнаю, как это все бывает. И вдруг я вижу в 7 часов, ну, светлейший человек, ни тени, ни хвори. И вот я вышел на сцену, перекрестился, и думаю, как это мне, что со мной будет. И меня Бог спас. Со мной происходили такие страшные вещи. Например, сцена, где мы пьем чай, якобы коньяк. Я одну ремочку выпил, вторую я не мог встать со стула. Толмачев говорит, слава, слава, его же тоже слава зовут. Слава, слава подняла и водила меня уже. Такая вера в обстоятельства, это я вам как режиссеру говорю, что потрясающий был спектакль. Ну, потом следующие пришли артисты смотреть, как это так получилось, без репетиций. Практически только жест был и время. Ну, у меня тут ничего не получается, я начинал думать, почему так, почему это. Ну, потом, значит, меня в третью очередь после Табакова оставили, мол, два раза сыграют, а это начинающий поезд там это. И тут у Галины Борисовны возникла идея, волчек. Володин спектакль, мягко говоря, Ефремова не очень принял. Он боялся, Олег Николаевич, что спектакль будет похож на Товстоноговский, и начал там придумывать какие-то декорации, вешать, что-то стало уходить. И Володину это не легло на душу, что не до конца он принял. А Галина Борисовна, волчок, вот она собрала новых артистов, Заманский, я, Зина Зинови, и стала, как режиссер-педагог, репетировать. И мы репетировали, я вот должен с нежностью Галину Борисовну вспомнить. Она говорила так, пройдем сцену, мы читаем, потом проходим. Она говорит, Слава, хорошо, а теперь подумай об этой сцене. Я только слышал, хорошо, и подумаю об этой сцене. И вдруг утром приезжает Володин. А меня стало, от того, как я все время в этом состоянии находился, я попал в какое-то состояние, я уже звуки стал слышать. Газета упадет, мне кажется, бомба разорвалась. И вот утром мы показываем, у меня упало давление, температура 32. Я вот так смотрю, Галя в ужасе, приехал Володин, а это вообще говорить не можешь. Что с ним случилось? Володин терпимо на все это смотрел. А вечером мы играем. Я Галя говорю, все будет хорошо. Вечером я играл. Тоже в ужасе был, но Володин принял. И спектакли, и вот молодежь нашу. Почему я так долго начинаю? Почему я сказал? Судьба. Через 20 лет Никита Михалков мне делает подарок. Что для меня значило «Пять вечеров в современнике?» Так как у меня ролей-то не было таких, где можно было поверить в себя. А эта роль мне дала право поверить, что я могу быть актером. А как отреагировал Володин? Ну, кино понравилось? Да, Володину понравилось. Да, понравилось. Я могу много таких и трогательных, и смешных историй рассказать. Он был болельщиком нашим. Когда мы снимали вот эти полторы-две смены, он приезжал из Ленинграда и привозил с собой бутылку коньяка какого-то хорошего. И ждал, когда Никита перерыв сделает. И садился и так демонстративно намекал, что перерыв уже нужен. Никита говорил, Саша, Саша, ну подожди, ну сейчас вот снимем. У нас была гримерша очень красивая женщина, такая очень такая яркая. И у нее губная помада была цвета пожарного автомобиля. И Володин сидел всегда с ней, потом перерыва-то нет. Уходил, вместе с ней возвращался, у него тоже цвет губ был. Такого же Никита смотрел на все и говорил, давайте перерыв объявим. Тогда у нас объявлялся перерыв. И каждый раз вот у нас происходила атмосфера, была удивительная. И ему это очень нравилось. Потому что он особенно не хвалил, не высказывал, но он чувствовал атмосферу, которую того с Никитой, особенно Пашей Лебешеву, в этом изобразительном ряду создать. Пашей Лебешев это оператор. Оператор, наш замечательный, выдающийся оператор. И они с Никитой дружили. И атмосфера была какого-то такого единения. А возникла она, опять же, когда мы прилетели, вернее, Люся там уже была, на съемках под Киевом. А я прилетел, не поверив, думаю, как говорят, вот там это снимает, пять вечеров. Он же другую картину снимает. Нет, это да. Короткий звонок, брат. Потом приезжает человек, да это не билеты на самолет. Я говорю, вы что, это розыгрыш? Нет, тебя там ждут, и нам некогда разговаривать. Я прилетаю, и все достоверно. Я говорю, да, да, действительно. Опять же, как... Без проб? Без проб. Без проб. Он говорит, значит, ты будешь играть. Я так подозрительный, когда режиссеры, а меня многие режиссеры, и внутри научили не верить им. А я верил вначале. Я так подозрительный. Ну, а как все кинорежиссеры, да, с рабочий день он до десяти, до одиннадцати снимает, а с одиннадцати до часа, до двух мы должны репетировать. А режиссеры кино сразу показывают. Таким образом убивают артиста. Актеру надо в себе, так сказать, ощутить персонажа, чтобы кто-то вырос в тебе. Тогда ты можешь, мы с Никитой договариваемся. Я говорю, Никит, вот у нас неделя есть, давай не показывай мне. Я вот почувствую, как только я придумаю, я тебе покажу, кого бы я играл. И ты вступишь тоже в игру. Ну, да-да, дать ему должный. Да, пожалуйста. Просто читаем, вчитываемся, ничего не происходит. Ну, ходим. Если захотелось стать, пошли. Ну, почти театральные работы. Приезжаю в Москву, один день у меня остается. Говорит, ну-ка, хочешь показать? Я проигрываю, все. Славка, ну-ка, Славка, ну-ка, 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 ну-ка. А теперь давай мой вариант. Репетируем. Я говорю, а у моих ли это возможность? В твоих? Завтра съемка, первый дубль я играю, как я вот предлагаю. У Славка, ну-ка, ну-ка, давай, мой вариант. Значит, мой вариант, четыре дубля, четвертый дубль мой, последний. Он говорит, ты хочешь еще сыграть? Я уже не знаю, стоп, съемка закончена. Утром прибегает Славка, ну-ка, ну-ка, старик, ты так сыграл, ну-ка. Ну, берем второй. И так вот редко мои дубли попадают. А вам самому нравится эта роль? Ну, я, мне неудобно актеру говорить, да, я считаю, что... Вы понимаете, я вот все про себя вернусь. Я был потрясен Володиным, его фабричной девчонкой, все пьесами. Шла неодредактированная жизнь. Благодаря Володину, которая тяжело на сцену пробивалась в его пьесах. Я был поражен, как в жизни, как в жизни. В современнике все его пьесы шли. Ну, это потрясающее воздействие на человека, начинающего. Когда у нас картонный спектакль, картонный, все накатурных, что-то изображают, кричат все время. О ком-то, как нам, когда-то будет чего-то, да. А здесь живые люди. Все понятно, о чем, какие проблемы. Мы живы в этих проблемах. Поэтому это была такая поддержка, о чем вы говорите, для развития человека, и особенно для нашей профессии, играть в драматургию человеческой. Услову Володину. Что поражало, вот, Владимир Владимирович, какая-то такая человеческая незащищенность, грусть, печаль. И в то же время такая мощная сила. Так он стоял на своем, не тупо уперто, а в понимании, что это должно быть так вот. А средства выражения были мягкие какие-то, даже утонченные. И это так подчинялось тому, что он говорил, и то, что он хотел увидеть на сцене. И в игре он не вмешивался. Но он как-то умел обозначить или увлечь вот этим своим состоянием, куда двигаться надо. Это редкое такое качество в нем было. И в то же время вот его свобода в поведении, такой обычного человека, трудно было совместить. Вот он такой, 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 как вот какая-то сложность необычная. Я снимал, ну, что-то перебирай. Да, я просто хотел еще один трогательный эпизод рассказать. Когда-то я, ну, как мы все актеры выступали, ездили там с программами от общества этих самых кинопропаганды. И меня попросили в Ленинграде, в большом зале, я выступал. Мне сказали, Александр Моисеевич бедствует. Слава, ничего, если он тоже в твоем вечере выступит. Я говорю, конечно, я даже гонорарствую, пожалуйста. Не-не-не, это мы сделаем сами, но надо, чтобы он выступил. Я говорю, пожалуйста. Я выхожу на сцену, думаю, сейчас он придет сюда. Его нет, я жду, жду, там уже надо начинать. Я рассказываю, рассказываю. Думаю, ну, Александр Моисеевич опоздал или некогда. А зал огромный, самый большой в Ленинграде. Вдруг открывается дверь, я вижу, как входит, как бомж стоит в дверях. А дверь-то открылась, я его по силуэту узнал, как вот его рисуют. Я говорю, вы знаете, что это вы мне? Вот, говорю, гений стоит, он столько-то написал, столько. А все говорят, где он? Я говорю, вон, в дверях стоит. Я говорю, видите, он какой скромный. Александр Моисеевич, идите сюда. А он не отвечает. Я говорю, Александр Моисеевич, идите сюда. Опять не отвечает. Все говорят, да ладно, Александр Моисеевич. А как вот вы играли, а как это? Я говорю, посмотрите, кто пришел. Вот стоял, когда на него публика обернулась, уже весь зал. Мощный взгляд, он так как вошел, тихо, так же и ушел. Но задачу мы выполнили. По-моему, он ушел уже материально обеспеченно. Тут надо вот очень, чтобы человек, городоначальник или высокий, самый высокий человек, должен был расположен к автору. Вот когда был Собчак, он устроил в памяти Анатолия Васильевича Эфорса. У нас в Москве шли воспоминания, творческие встречи. А он общий союз, фестиваль устроил в памяти Анатолия Васильевича. То есть в разных городах какие-то режиссеры посвящали ему свои спектакли, и все собрались в Петербурге. И наш последний спектакль, Тортьев, мы играли, потому что это был спектакль, поставлен Анатолий Васильевич. А все остальные новые, те посвящали ему. Вот этот человек, Собчак, был заинтересован. Он мне даже сказал, что хотел в память Василия Макарыча сделать подобный фестиваль. Ну, так вот судьба его добавить ко всему этому, что Володин, когда, опять же, в своей жизни, бородя-ходя, оставался таким певцом что-то будущего. Только не когда политики говорят, что будущего впереди. А вот в нем какая-то потрясающая надежда жила, что все-таки человек придет к тому, что где-то, когда-то все будет прекрасно, как иногда у Антон Павловича вырывается. Правильно. Вот я тогда, встречаясь с Чеховым, думаю, как они близки. Я даже попросил Володину сделать мне сценарий о повести Чехова. Три года он прочитал, сказал, что это невозможно. Ну, там сделал, чтобы не мы, авторы были сценарии, один человек, чтобы прошло. Потому что я играл, еще режиссер был, и Митя Доридин оператор. Ну, там все написано. Он мне сказал, что все написано, все мизанцены, все действительно так. Он сказал, я не могу, как вот вы говорили, что с Достоевским. И говорит, давай я тебе сделаю сценарий. Он сделал сценарий, мы как-то в жизни общались, и трогательные были вещи, и забавные. И он сделал сценарий, блондинка дал мне. Я уже стал режиссерский сценарий, по-моему, мы там уже почти договорились в каком-то объединении, но вдруг выяснилось, что известный режиссер уже приступает к работе над фильмом «Блондинка за углом». И тогда руководство МСФильма посчитало, что, наверное, будет много блондинок. Одна просто блондинка, другая за углом, и дадим мы эту блондинку за углом. И дали тому, и нас отложили. Вот Александр МСФильм очень как-то так, не показал, что ему это обидно. Не показал? Не показал. Слушайте, ну я как артист, я почувствовал, что им так больно стало, что вот какая-то там блондинка за углом. Ну вот они так поняли, что как Шукшина, считалось, не надо, много на экране Шукшина будет. Наступал момент, когда многовато будет и Володина на экране. Ну смотрите, вот это Володина, вот это опять Володина. Не перебивая, по мысли перебивая. Вот как Виктор говорит, как сохранять Володину. Вот на том фестивале, где мы отмечали его день рождения, том фестиваль был. Вот как ставить его пьесы. Вот правильно сказали. Почему он Никите говорил, не надо. Думал, Никита будет ставить, как сейчас. И многие володинские пьесы ставят, как будет это сейчас происходит. Страшная ошибка. Вот когда находится спонсор, что это вот тогда-то было, как ретро, вот тогда-то. И время вспоминается, как вот Марлен Хуцеев, снявший заставу Ильича, и сейчас в каких-то документальных фильмах о ком-то рассказывает. Вдруг вот Володя Васильев про Катю рассказывает. И там врезают, как мы идем по переулкам. Вот время угаданное Володиным было. Вот сейчас должны находиться молодые люди, молодые режиссеры, не живя то время. Но это вот как раз талант режиссера и актера. Почувствовать то время и передать. Тогда Володин будет все время существовать. А если это будут ставить, как сейчас, это вред ему. Почему он еще говорил, ой, плохая пьеса. Он боялся, что не поймут, не схватят то, что его было дорого в том времени. А не просто он там капризничал или сомневался в себе. Нет, это надо его полюбить, открыть его и почувствовать, вот как тогда было. Я общался несколько раз, но может потому, что я сильно и моложе, у меня было ощущение какой-то раны постоянной внутри человека. Даже когда он веселился, вот было ощущение, что человек с какой-то вот то, что Андрей Андреевич читал в стихах. У вас не было такого ощущения? Не было. Он, например, вот опять доказательно. Когда был юбилей его, мы отмечали в Театре Станиславском, да, во дворце в Петербурге. В Петербурге, в Малитейне. Я выступал еще многими, многими, многими. Он очень, очень как-то боялся, стыдился, стыдился идти на этот вечер. Он старался сбежать. Его друзья уговорили, уговорили. И он чувствовал себя таким неестественным до одной минуты. Там вот все хвалят, Володин воспевает. Он не сдал, крутится, сидит. И только его спас Олег Басилашвили, который выступил на сцене. Достал четвертинку, спустился в зрительный зал. Володин взял, стоя встал, и зал тоже встал, и с горлышка выпил. После этого стало легко, он стал всех хорошо смотреть, слушать. Ему все нравилось, как его расхваливают. Вот этот момент, вот эта рана. Вот как человек живет с такой болью, как он может существовать? Так же, как Шукшин. Он был такой искренний человек, что рядом с фальшивыми людьми. Он не мог вот быть рядом. Мы как-то шли с ним, с Василием Карчим, хлопотаясь за кого-то в кабинет директора. Идем, подходим к двери. Он так головой упирается. И говорит, текст, который сейчас нельзя произнести, пошли отсюда. В переводе означает. Я говорю, Вась, как же мы там? Он говорит, ну я вот сейчас пришли. Я бы стал излагать. Он сказал, да-да-да, я ничего бы не сделал. Вот такой Володин был, который в то же время, как он нашел степень существования, значит, какие-то затраты были, когда ему вот так надо было и дел провести. Данислав Андреевич Любшин, актер, режиссер, народный артист России. Спасибо. Спасибо.